Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября. Я по-прежнему собираю последний урожай своих томатов. Вчера пообещала вам показать, какие еще у меня остались в открытом грунте. И сейчас я подошла оббирать томат римский полосатый. Ни разу его еще не показывала. У меня его мало, вот этот вот куст. Я сейчас подробно о нем расскажу. Сразу скажу, что выращиваю первый год. Но обычно все мы ищем какие-то новинки, высаживаем все новые и новые сорта. Смотрим, какие нам подходят, какие нет. Вот одним из новинок является вот этот сорт. Сейчас подождите, я как-нибудь подойду, чтобы вам было видно и чтобы тень моя не загораживала. Одной из новинок является вот этот сорт римский полосатый. К сожалению, кусты, видите, под тяжестью плодов приспустились и кажется, что он низкий. Но на самом деле он высокий. Я сейчас вам о нем расскажу. У меня он под номером 265. Повторю еще раз, что это новинка. Он очень похож на номер вот этот вот. Я показывала перцевидный полосатый, который у меня, ну тоже, ну под вид такого же, ну перцевидный полосатый я покупала в такой, ну он в пачке в нашей, в русской. А вот этот вот, который римский полосатый, у него есть оригинальное название, это не русский сорт. Но я, к сожалению, учила немецкий. Я не уверена, что я смогу повторить правильно, как он называется. Я в описании к видео напишу как-то стриперроман, что ли, вот так вот написано. И еще различия у них между этими. Ну вот, казалось бы, два сорта, они почти одинаковые. Но вы видите, у них совсем разные формы плоды, специально перцевидного полосатого притащила сюда. Видите, перцевидный полосатый, он немного как бы более вытянутый пальчиковыми, пальчиком. А вот этот римский полосатый, он более крупные плоды, и он где-то его называют перцевидным, где-то его называют даже сливовидным, с острым кончиком. Он, видите, какой он толще, вроде как бы такой как... Ну форма другая. Хотя расцветка у них очень похожа. И этот красный, и этот красный с золотыми. Так вот сейчас положу две. Запомните, что мы говорим вот про этих толстеньких. С золотыми такими полосочками, с желто-золотыми. Вообще ничего такого в нем удивительного нет. Высота 150-170 сантиметров. Он не очень облествленный, и поэтому его удобно выращивать в теплице. И насколько я о нем читала информацию, что его все-таки рекомендуют выращивать в теплице, по отзывам людей в теплице получается больше урожайность, чем на улице. Но я его испытывала в этом году только на улице. В теплице он у меня не рос. На улице он у меня вызрел. Все хорошо. Почти до самой последней кисти. Там последняя только зеленая осталась. На будущий год посажу, попробую в теплицу. Но мне очень он понравился. Он, во-первых, и для консервации подходит идеален. И на вкус хороший. Я сейчас домой, когда беру, занесу. Если будет время, дегустацию покажу, разрежу, покажу. Он очень долго лежит, потому что был период, что я сорвала, положила. Лежали недели две. Не теряют ни вкус, не высыхают, не гниют, ничего. Но вся эта информация о том, что лучше в теплице выращивать, там все такое, это у меня, она пока только теоретическая, потому что у меня всего лишь вот эти вот экземпляры. Больше нет. На улице выращивала. Это на пробу. Он у меня будет в каталоге под номером 265. Но вы понимаете, что так как я сама его только развожу, семян будет очень мало. Я вот себе оставлю, а остальные, какие останутся, конечно, я могу выставить его в каталоге. Это новинка. Мне понравилось. Мне понравился и перцевидный полосатый. Но он, видите, он немножко как бы поменьше, поизящнее. А вот эти-то толстые, здоровые плоды, они подойдут и для салатов, для употребления в свежем виде, ну и, конечно, для консервации тоже. Все, до свидания. Это был сорт, новинка, римский полосатый, номер 265.